мы с вами дошли до седьмого отдела капитала который называется процесс накопления капитала и самом начале перед тем как мы перейдем в 21 главе маркс кратенько описывает процесс становления то что был у нас до этого то есть грубо говоря капиталист у нас выходит на рынок и получает там средства продает какой-нибудь товар что угодно получает средства наличные грубо говоря деньги с этими деньгами полученными на рынке он может купить себе средства производства и рабочую силу соответственно завладев средствами производства и рабочей силы у нас начинается второй этап это самого непосредственное производство когда рабочие на станках делают какие них нибудь то товары и капиталист как владелец что рабочей силы средства производства получает товар свое распоряжение соответственно ведет с этим товаром и 5 на рынок и там опять продает получает деньги соответственно покупает новые средства производства более современные более совершенные и соответственно рабочую силу у нас получается замкнулся такой кругу руку, которая фактически крутится бесконечно. Прибыль, которую с продажи получил капиталист, он, естественно, получает деньги за проданный товар, который получает капиталист, он, естественно, тратит часть на зарплату, которую мы разобрали в шестом отделе, часть на амортизацию из средств производства обновления, это мы разбирали еще до этого, но в том числе часть прибавочной стоимости, которую он получил с продажи товаров, уходит другим капиталистам. Любое производство нуждается, кроме в станках, кроме рабочих и станков, оно еще требуется для себя какие-нибудь ресурсы, расходные материалы. Эти расходные материалы изготавливает другой капиталист, соответственно, часть прибыли уходит, перетекает к этому капиталисту. Еще эти станки должны стоять где-то на какой-то земле, на какой-то территории. Территория у нас, как правило, кому-то принадлежит, и в виде земельной ренты эти средства переходят к капиталистам, владеющим землей. Несмотря на это, все равно часть прибыли остается и седает в кармане капиталистов. И тут мы можем перейти наконец-то уже к 21-й главе, которая называется «Простое воспроизводство». Жалко сегодня Алексея нашего торгскиста нет, он бы сегодня прямо пригорал у него чувства по поводу того, что Маркс все это не писал, это все выдумки рабочей партии России. Итак, что мы имеем? Первое, что производство и потребление, производство товаров и их потребление, это непрерывный процесс. То есть, его нельзя взять и остановить. Человеку все время надо что-то одеваться, где-то жить, что-то есть. А, соответственно, все эти вещи надо производить, одежду, питание, дома строить. И остановиться мы не можем. Поэтому весь процесс производства и потребления мы должны рассматривать как непрерывный процесс, как единый процесс. Кроме производства, есть еще такое понятие воспроизводства. Тогда мы должны не полностью, не просто производить товары, но и воспроизводить свои средства производства. Можно привести современный пример такой. Вот жилой фонд. Дома у нас строятся, строятся живые. Много строится, мало, недостаточно. То есть, сейчас у нас жилья строится меньше, чем положено для того, чтобы произвести те дома, которые разрушаются и которые пройдут скоро второй капремонт, их надо будет сносить. Этих домов у нас производится недостаточно. То есть, цикл воспроизводства у нас недостаточен для обеспечения жизни, текущего уровня жизни, даже текущего. К чему такой эффект приводит? К сокращению производства в будущем. То есть, раньше, в будущем у нас будет меньше квартир, меньше жилья, соответственно, людям негде будет жить. И, соответственно, население у нас тоже будет таять. Это простой пример, более сложный. Это у нас очень часто в промышленности российской или вообще не отчисляют деньги на амортизацию или отчисляют недостаточно. У меня, например, на предприятии был прецедент. У нас запретили списание старых средств производства, основных средств. Запретили списывать на два года. То есть, им искусственно срок службы продлили на два года. Что из этого выводится? Что станки не меняются вовремя, они ломаются и производство сокращается. То есть, воспроизводство снижается и, соответственно, будущее воспроизводство, будущее производство у нас будет выпускать меньше товаров, чем сегодня. Кроме воспроизводства самих средств производства, непосредственно станков, на которые мы делаем товары, есть еще воспроизводство рабочей силы. То есть, рабочая сила тоже должна воспроизводиться. Если рабочую силу мы будем, отчисления для рабочей силы, амортизационные, грубо говоря, денег будем платить рабочим недостаточно. Их численность рабочих будет сокращаться. Соответственно, меньше рабочих. Что мы имеем прямо сейчас? Пожалуйста, смотрим. Русских рабочих не хватает. Капиталисты активно занимаются тем, что привлекают рабочих со стороны. У нас очень много приезжает со Средней Азии, с Украины, с Белоруссии. Со всех бывших республик нам активно едут люди на заработки. Возвращаясь к прошлому рабочему моменту, что жилья у нас строится недостаточно, поэтому они приехали, жить здесь негде, они поработали и уехали. Люди уехали, рабочей силы недостаточно. Делаем прогноз на будущее, так как ситуация у нас не меняется, рабочей силы у нас и в будущем будет меньше, еще чем сейчас. То есть рабочая сила будет таять, ее воспроизводство недостаточно и в будущем у нас просто некому будет производить товары. Можно рассмотреть такой вариант, как Маркс пишет фокус с деньгами, которые происходят. Смотрим в целом на классе. У нас есть класс рабочих, есть класс капиталистов. Капиталисты платят зарплату рабочим. Рабочие на эти деньги покупают товары у капиталиста. Соответственно капиталист получает зарплату обратно себе в виде прибыли с продажи товаров. Процесс получается замкнутый и очень яркий. Если мы деньги убираем из этого уравнения, у нас получается что? Рабочий производит товар, дает его капиталисту, рабочий класс. Именно рабочий класс производит товары, дает их капиталисту. Потом часть этих товаров капиталист дает рабочим. Они их употребляют для собственного воспроизводства. Соответственно часть товаров остается у капиталиста. Те, которые как раз образуют прибыль за счет того, что часть рабочих силы не оплачивается. Возвращаясь к самому начале капитала, о чем там сразу уже шла речь, что излишек этих товаров сам по себе капиталисту не нужен. Ну толку того, что у капиталиста там есть в виде прибыли 10 тысяч автомобилей Жигули. Ему для собственного потребления даже ни Жигули не надо, потому что он на них ездить не хочет. Поэтому возникает вопрос, что излишек вот этих вот товаров, которые не могут купить рабочих, потому что их зарплата ниже, чем количестве товаров произведенных, их надо куда-то продать на какой-то рынок. То есть надо найти других рабочих где-то в другой стране, которые свою зарплату потратят на твои автомобили на покупку. А уже получив в СМИ их прибыль, ты можешь себе покупать Мерседес и все, что хочешь. Накапливать богатство. Отсюда у нас и кризис, грубо говоря, капитализм постоянный. Потому что количество рабочих в мире уже, грубо говоря, ограничено. Экономика капиталистическая у нас всемирная, за исключением нескольких суд стран. Поэтому все товары принадлежат капиталистам, а продают они всем коллективным рабочим, класс рабочих. Класс рабочих новый не берется ниоткуда. Соответственно, разница между выплаченной зарплатой и тех товаров, которые можно купить, она ограничена. Поэтому капиталисты периодически оставляются на руках со своими товарами, которые никто просто купить не может. Так как цены на эти товары выше, чем заработная оплата, полученная рабочими. Ладно. Это не самое главное. Круг, товар, деньги, товар. Когда рабочий отдаёт товар, получает за это деньги и на эти деньги покупает товар. Суть накопления, не важно, что будет капиталист накапливать, деньги он будет, эти товары выпущены заводом. Главное, что сам процесс производства, который постоянно непрерывно повторяется, он превращает любой всякий капитал, неважно какой, авансированный, ненавансированный, накопленный, он так или иначе превращает её в капиталистическую производственную стоимость. Чужой труд, труд рабочий, так или иначе материализуется в виде неоплачиваемого труда какие-то конкретные вещи. То есть капиталист может этот неоплачиваемый труд в виде прибыли тратить на какие-то товары, на здания, на основные средства производства. То есть этот неоплачиваемый труд так или иначе всё равно материализуется в виде чего-то. За счёт того, что капиталист получает прибыль, этот неоплачиваемый труд, он допустим пускает на обновление оборудования. То есть он покупает у другого капиталиста станки новые вместо старых. Потому что старые изнашиваются, они устаревают от технического прогресса. Поэтому с чего начиналось седьмой отдел капитала? С того, что часть прибыли так или иначе перетекает к другим капиталистам. То есть прибыль распределяется между классом капиталистов. Итак, так как капиталист постоянно воспроизводит цикл производства, постоянно ему нужно обновлять станки, постоянно ему нужно выпускать товары. Соответственно ему нужно постоянно рабочий, который он в течение времени будет потреблять. То есть тем самым непрерывный процесс производства. Поднимает вопрос о том, что нам нужен рабочий и цикл воспроизводства рабочих. То есть цикл воспроизводства рабочего класса. Без воспроизводства рабочих будущее производства невозможно. Соответственно, капиталисту хочешь, не хочешь, постоянно надо думать о том, где он возьмет новых рабочих и кто будет работать на его станках. Кроме того, что надо иметь рабочих, которые будут работать на станках, можно, конечно, привести, как говорил выше, со Средней Азии людей, но любой гастарбайтер, как правило, плохо говорит на местном языке, плохо понимает инструкции, написанные на местном языке. Соответственно, рабочие из него низкоквалифицированы и толку от него на производстве достаточно мало. Его можно ставить, чистить улицы, месить бетон, на что-либо сложное дело, уже такого человека не поставишь. Тем более, если какой-то это высококлассный специалист, который должен проходить обязательную технику безопасности, разбираться в физике, в электричестве, в механике, в математике, в очень многих вещах. То есть, просто так взять аборигенные из Африки, которые тебе будут работать, нельзя. То есть, воспроизводство рабочего класса, это не просто воспроизводство людей, но это еще воспроизводство специалистов. Кстати, посмотрел у Маркса, есть очень интересная цитата, я ее озвучу. Звучит она так, что капиталист и его идеолог-экономист. То есть, любой экономист современный, который работает в рамках капиталистического производства, является идеологом капитализма. Он просто оправдывает капитализм и способы его производства. Чуть дальше будет у Маркса классный пример. Давайте тоже сразу озвучим. Маркс рассматривает случай в Англии, когда в Англии производство хлопков стало, точнее, не производство, а обработка хлопков, а из-за того, что в Соединенных Штатах Америки случилась гражданская война. И, соответственно, хлопок с юга, с рабовладельческих полей перестал поступать с ее в Англию. И, соответственно, случился кризис определенный. Маркс очень классно описывает, прямо берет из газеты статы, экономисты. Обязательно всем рекомендую читать, там просто надо это взять, прочитать. Там такие первые. Так что всем отправляю к 21 главе капитала. А пока вернемся дальше по тексту 21 главы. У нас идет следующий пункт о том, что при рыночной экономике законы, капитализм, естественно, и государственные законы, которые издает государство как аппарат этого класса капиталистического, они позволяют законы капиталисту закрепить за собой рабочего. Мы это тоже уже обсуждали в предыдущих главах. Маркс приводит такой пример, что в Англии до 1815 года был запрет на эмиграцию морщинных рабочих. Ну, в 1815 году, да, все мы понимаем, что морщинные рабочие, тогда это специалисты высокой квалификации. То есть тогда законодательно специалист высокого класса из Англии не мог эмигрировать. Его за это взяли просто и арестовали. Грубо говоря, на сегодняшний день мы можем перенести эту картинку. Современный программист в России, да, допустим, не может эмигрировать в Штаты, потому что есть законодательный, такой закон выпущен, да, в Российской Федерации. А в Штатах он бы мог в два раза больше получать, но выехать не может, у него запрет. Законодательно он закреплен за российскими капиталистами, которые занимаются производством программного обеспечения. Ну, правда, таких законов у нас сейчас не принимают и навряд ли где-то в стране примут такое закрепление. По той простой причине, что это невыгодно как самим капиталистам, так невыгодно и рабочему классу, который должен постоянно туда-сюда мигрировать. Если такие законы ведешь, те же рабочие в Средней Азии не приедут к тебе на завод работать. Поэтому такие законы не принимаются, как правило, в мире, да, а используется другое современное общество. То есть с рабочим, с работником, специалистом высокого класса, как правило, заключается договор или контракт на определенное количество лет, которых он должен отработать на капиталиста. И в таких договорах обычно всегда прописываются штрафы определенные. То есть если ты раньше шел с работы, уволился преждевременно, тебе выписывают такие штрафы, что ты попадаешь в такую ситуацию, что ты просто не можешь уволиться с этой работы, должен работать на ней до истечения договора или контракта. Опять же личный пример, да, у меня, допустим, в договоре всегда, на каких работах не работал, везде было прописано пункт, что в случае прохождения обучения по специальности за счет работодателя, то есть когда вас работодатель отправляет на какие-нибудь курсы повышения квалификации, ну, допустим, надо ему, чтобы специалист был сертифицирован в области информационной безопасности. Сертификат стоит денег, обучение на получение этого сертификата оплачивает работодатель. А в договоре на найму написано, что при увольнении больше чем, менее чем через год после прохождения обучения, ты должен стоимость этого обучения вернуть работодателю в пропорциональности отработанного периода. То есть, грубо говоря, если ты отработал полгода и уволился, половину стоимости курса ты должен заплатить работодателю. Там дальше все зависит от курса. Курсы бывают дешевые, там тысяч по пятьдесят, да, курс. А бывают и дорогие, там по пятьсот тысяч. Есть у нас такие. Поэтому вот выбирай. Можешь быть закреплен для всего, нет, просто другим методом, заработодателем. Итак, чем заканчивается 21 глава, на чем ставит Маркс точку? Это на том, что капиталистический способ производства принуждает рабочего продавать свою рабочую силу и позволяет капиталисту на этом зарабатывать. То есть, хочешь, не хочешь, при капитализме ты вынужден работать и продавать единственное, что у тебя есть, твою рабочую силу. А продавая свою рабочую силу, покупая за полученные деньги товары, ты, соответственно, можешь приносить прибыль капиталисту. Возвращаясь к самому первому пункту главы. Продав рабочую силу, то есть, получив зарплату, твоих денег, твоей зарплаты все равно не хватит, какой бы ты высокоплачиваемый специалист ни был, твоей зарплаты все равно не хватит на покупку средств производства и рабочей силы. То есть, ты никогда не можешь перейти в класс капиталистов. На этом глава заканчивается. Остальные вещи будут рассмотрены дальше, в последующих главах. Есть ли у кого вопросы?